все уперло смотрите всем привет буквально на той неделе ловил футболки а сегодня в шапке с утра проснулся 0 градусов на градуснике это вообще резко так похолодало когда резко холодает непривычно к этой температуре и кажется прям холодно у нас и весной кстати резко теплеет ветра продолжает дуть дует восточный сегодня обещает юго-восточный 5 6 метров в секунду но в принципе этого достаточно чтобы на большой реке была волна сегодня я поехал половить на поплавочную удочку выбрал такой лесок я стою тут дятлы долбит птички поют ну вообще красота листва уже опадает но трава как видите еще зеленая она в принципе у нас и зимой зеленая пользу сейчас прогулялся вроде когда смотр смотрится все так красиво до тексту кстати живет там в карелии в сибири смеются это у вас не лес это у вас там ребят если вы были в астраханской области вы знаете что у нас общая площадь занимает тип степи понимаете и вот это степи и камыш вот а вот это то что вы видите это для нас лес это еще хороший лес высокий лес бывает поменьше там кустарники наподобие и вы там же до вильника этого лоха серебристого это вот бывает поменьше но вот это то что еще в советском союзе было посажено вот рядами это для нас еще лес по сравнению с общей площадью степей все так красиво но я тут пока шел просто ну немножко был в шоке смотрите ну что это такое ребят но это вообще жесть это просто жесть сколько здесь бутылок это я вам еще не все показал вот я иду по лесу да вот еще кучка поляна бутылок просто по всему лесу разбросано очень много вон смотрите это что такое рыбаки кстати уже рыбачит они вот после меня приехали бочка от барной стойки какой-то ну и самый главный хотел показать дрова ну доски кто-то привез это наверно о чешуя смотрите рыбка здесь есть ну такой для карась сазана нет ну доски понятно кто-то хижину собрался здесь строить это рыбаки они здесь по соседству стоят но вот это я хотел показать вот смотрите вопрос к местным жителям как вы думаете это москвичи привезли до состава были наверно привезли с краснодара откуда он к нам турист приезжает вот откуда да и вот смотрите посидели отдохнули это все оставили ну чё это такое молодцы конечно в один мешок сложили какую-то часть ну а зачем с собой забирать можно здесь оставить чтобы он потом на солнце выгорел зная астраханское солнце он за зиму даже может выгореть и просто это все разнесется опять короче у меня есть пару мешков я то что смогу с собой увезу этот мешок соответственно тоже заберу ну просьба ребят ну вы привозите собой полную тару да она заполнена жидкостью там пачки чипсов они все полный до вес какой-то имеет но вы же когда отдохнули это же все ничего не весит это вы можете сложить в тот же пакет и занять то же место в машине где эти пакеты лежали и увезти собой выкинуть в мусорку не знаю ладно это это такая больная тема для сарханской области да и вообще наверно для всех областей да где прибывают туристы что вот такой срач просто люди не думают о будущем не думают а других они не они сюда больше не приедут второй раз понимаете потому что они здесь уже насрали им здесь уже не интересно вот они поедут другое место день там метров триста отъедут на эту же реку но уже 300 метров там насрут такую же кучу но ну нельзя ну неужели нельзя это все увезти но ее мое ладно я уже удочки в принципе перенес ну как занял место потому что рыбаки потихоньку приезжают я приехал самый первый пока тут ходил бродил уже тут понаехали поэтому занял вот такое местечко вот стульчик поставил ящик кинул тут поворот идет реки я так понял здесь ямка небольшая стану вот здесь солнышко за деревьями в принципе ветер вот так будет дуть в принципе классно здесь будет затишка ну все расчехляем удочки всем приятного просмотра ах ты ты смотри-ка как утонул поплавок хе-хе-хе-хе о карасямба смотрите хорошенький хороший вот это я не ожидал тут такой крупняк то есть то есть то есть во какой поплавок кидаю у такого кучи просто малька я думал здесь максимум такая будет рыбка так садок я уже кстати расчехлил с прошлого раза дырку залатал так что можно смело закидывать опа так что-то я садок неудачно поставил кстати густера здесь тоже оказывается есть у какая чуть-чуть садок сместил чтобы не цеплять я смотрю на глубине рыбка плещется сейчас попробую спиннинг собрать и забросить может быть там покрупнее что-то будет я смотрю на глубине тоже рыбка есть чуток трясется окунь что смотрите паперу куда-то тут там карасик хороший вот он красавчик боролся ты хорошо ах ты и на поплавок так утопил ё-моё вот она ах ты чуть чуть спинник не упер что-то ведет прям куда-то о какой хорошенький идет сазанчик что ли да серьезно ребят сазанчик но понятно кто мне чуть спинник не утащил во какой смотрите а малявка вот это вообще гуляй только на поплавок смотри не попадись а то оторвешь еще интересно тут крупный сазан есть а а а а Слушаю, ветер начинает раздуваться Ну да По деревьям видно Слушаю, ветер начинает Слушаю, ветер начинает Опа, есть Эх, вот это он выпрыгнул Сазанчик, кажется Давай, давай, давай Вот это вообще классно Что там, сазанчик? Ну да Другой Вот это вообще Сазаны подошли Кульбитон крутит из воды Давай идти отсюда Ха-ха-ха Ох ты Чутьюдочку не уперла И там на этом сидит Вот это попертый карасямба Опа Стоять Ох Ведет куда-то Куда-то ведет он Ты смотри-ка Опять сазанчик что ли? Ага Сазаны подвалили Хе-хе-хе Иди сюда Хе-хе 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 О какой Хе-хе Так, ну Давай бабушку там Прабабушку что ли позови Один косяк Червей каждый раз насаживать надо Обдирает Моментально Вот только забросил уже Что-то кладет О, корова Пришла На водопой Бидон какой у нее там Ведро молока Можно Набрать Давай, давай, давай Есть Черненький Маленький Такого, наверное, мы отпустим О какой Перек Какие черные Ты что, маскируешься, да? Опа, и на спине Тоже что-то клюет Ага Че-то к берегу тащит Ага Ага Продолжение следует... 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 что берег какой-то скользкий стал сюда веток накидать что ли что ли Сюда немножко положить, то совсем скользко стало. Еще и засасывает, ну вот другое дело, о, там что-то клюет, ага, есть, красноперочка подошла. Вообще по мне так красноперку как-то приятнее ловить, чем карася. Да, рыбка и покрасивее, и борется она тоже не слабо. О, на донку что-то опять потащила. Что-то вводит леску туда-сюда. Ага, под берегом проснулся, вот он. О, это прям вообще настоящий серебряный. О, какой светлый. Ах ты, все, уперло. Смотрите, все. Что там попалось, интересно. Сейчас попробуем закидушкой зацепить. Все, зацепил. Давайте посмотрим, что там за хитрюга такой. Удочка упер у меня. Сазанчик тоже еще может быть. Так, сейчас, секундочку распутать надо. Раз. Вон он что, малявка. Что, хотел меня без удочки оставить? Хорошо, водоем не такой глубокий. О, моментально прям упер. Опа, поклевочка хорошая была. Опа. Есть. Что-то я зацепил. Хорошая. Ага, вон как дергается. Надо выводить из травы. Ага, карась хороший. Хорошенький карасик. О, какой. Больше чем сазанчики. О. Поплавок тоже что-то. прилег отдохнуть. Ага. Не, ну это вообще. Вон. 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 ух опять чё-то мощный карась попался ах ты и ушел и ушел хорошенький был прям за краешек губы я видел держался а вон он плавает сверкает все уплыл да а тут малявка вы видели что там ребята там щука что ли а щука ревна сюда но она мне сейчас режет да а чё она схватила я чуть не понял ребят она мне грузил она она за гайку схватила вы представляете смотрите у меня вместо грузилом обычная гайка и она гайку схватила смотрите какая щука это вообще это что такое ну ты вообще такого я еще не ловил но на гайку щуку ой блин ну ты даешь она еще держит и и отпускает и вот только под конец вы этот рот открыл и она у нее вылетела значит тут и окунь и щука есть а сегодня вообще весь набор уже набрал даже та рыба которая здесь вообще редкость вообще не ну как линя здесь можно было поймать вообще даже никогда не думал что я поймаю когда-нибудь линя на поплавок кстати заметил здесь чилим тоже растет он во сколько вот это вообще маленький вот свежие этого года ну вот они да так вроде не видно присмотреться полно его в воде водяного ореха ах ты чё-то прям мощный так на дно утопил и поплавок ах ты только отвернешься и сразу клюет о смотрите что нашел зеленого червя да хорош сейчас мы его насадим мелочь его точно не сожрет а вот сазанчик может попасться ногами здесь землю чуть-чуть разворошил вот он вылез ну-ка сейчас посмотрим насадим моего здесь поковыряться может еще будет а смотрите их тут вообще полно вот еще какой жердяй вот еще один и да тут черви зеленых ваще тьма ну-ка потащил на глубину тащит 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 упа есть у опять черный карасямба опять по-моему тот же да такой прикольный круглый смотрите прям вот реально как тарелка стоит я выпущу иди гулять а а ну вот он мой уловчик смотрите и это время ближе к обеду солнце как вышел из-за туч сразу начала мелочь клевать а сейчас вообще все перестало даже на зеленую червя ничего не клюет вот одна щучка вот такая залетела сегодня ну и карасики в принципе неплохие смотреть красноперки тут были один окунь попался ну ладно главное рыбалкой доволен сазанчиков наверно с десяток отпустил причем вот от такого размера вот до такого как и обещал собрал весь мусор под этим деревом вот где бутылки лежали все вместилось в одном пакете вот угадайте сколько здесь бутылок девяносто три штуки лежало в одном месте девяносто три бутылки это вообще это люди здесь неделю наверное отдыхали и вот так складировали ну и пару мешков еще собрал по лесу и возле вот этих стульев где стол поставили с бар какого-то привезли вот там вообще весь мусор собрал забрал тот мешок и вот все вместилось в общем свое я дело сделал у природы немножко забрал немножко помог от так сказать свиней ну ничего моя совесть немножко стало легче кстати сейчас вот третья машина приехала рыбачить до этого приезжала две машины и ни один не догадался захватить вот этот мешок то есть мешок был наполовину заполнен мусором даже вот вот этот заполненный мешок никто не догадался собой забрать и выкинуть в мусорку рыбачили там что первая группа порыбачил уехал что вторая и вот сейчас третий сидит в общем ну о чем говорить да и даже больше скажу первые люди которые приехали они даже еще говорили вот молодцы то что сюда вот эти диванчики привезли е-мое это дикая природа как какие нафиг молодцы если бы это было бы частная территория частный кемпинг да и хозяин бы здесь организовывал бы диваны на реке вопросов ноль но это дикая река это свободный доступ здесь приезжай лови какие нафиг диваны я вот эти диваны вообще постоянно встречаю унитазы и чё только и политку какую-то привозит люди это ну это вы чё вообще я не знаю у нас надеюсь видео было интересным всем пока